The end. Прощание с лицеем имени Лобачевского. Мы с классом готовились к выпускному. Это тоже было очень хорошее времяпривождение. Последний раз со всем классом очень дружно. Это в любом случае очень теплые, яркие и приятные воспоминания. Хочешь 300 тысяч – это реально. Благодаря проекту мы сформируем определенную базу доноров из студентов КФУ. Это поможет в дальнейшем нам очень оперативно находить людей с определенной группой крови для центров крови. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. Студентам Казанского федерального университета вручили медаль Олимпиады «Я – профессионал». Церемония награждения медалистов 5-го юбилейного сезона Всероссийской студенческой Олимпиады состоялась в Москве. Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В числе 110 медалистов со всей страны были награждены и обучающиеся Казанского университета. Студент 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Артур Ахтямов, магистрант 2-го года обучения Института вычислительной математики и информационных технологий Владимир Михайлов и магистрант 1-го года обучения Института международных отношений Екатерина Тухтаева. Прием документов в Казанский федеральный университет продолжается. О том, какие новшества ждут поступающих в ВОЗ, узнавал Амир Ахтямов. Условия приема подачи документов в Казанский университет в этом году немного изменились. Звинулись даты подачи документов, проведения экзаменов, а также приказов о зачислении. Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Александр Бибик объяснил, какие новшества ждут абитуриентов и насколько увеличилось количество поданных заявлений. Относительно прошлого года, на сегодняшний день мы имеем увеличенное количество поданных заявлений. Это связано с тем, что абитуриенты в этом году все чаще используют трек подачи документов через портал госуслуг. И мы имеем приблизительно половину заявлений в рамках личного кабинета Казанского федерального университета. И половина заявлений было подано через портал госуслуг, через сервис «Поступаю в ВОЗ онлайн». Поэтому цифры немножко увеличены. Если говорить про бюджетные места, то в этом году они увеличились. 256 мест стало в программной магистратуре. Большинство бюджетных мест было распределено в набережно-челнинский институт, а также направления, связанные с наукой и цифровизацией. В головную же организацию были распределены места по таким направлениям, как математика, программирование. Есть направления естественно научного профиля. Также были места распределены в рамках Института социальных наук и массовых коммуникаций. Это по направлению теология, как в рамках бюджета, так и вне бюджета. В ближайшее время нас ждет новый формат взаимодействия, а именно КФУ «Лайф», который пройдет в парке Черное озеро. На данном мероприятии все желающие абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы касательно подачи документов, приемной комиссии и многое другое. Амира Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. В Музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов ученых степени кандидатам и докторам наук. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Каждый из них преодолел долгий путь. Кто длиной в 10, а кто и в 20 лет. И вот спустя годы в Музее истории Казанского федерального университета новоиспеченные кандидаты и доктора наук из рук исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского получают свои дипломы. Это большой шаг в вашей жизни. Это есть завершение некого этапа, связанного с той или иной научной активностью, работой, но это не есть конечная остановка автобуса. Впереди еще очень много неизведанного, впереди еще очень много интересного. Поэтому позвольте вам всем пришлось творчество, долголетие, здоровье, чтобы свершить то, что вы задумали. И самое главное, чтобы здоровье хватило на то, чтобы долго-долго наслаждаться своими трудами, результатами, своих исследований. Еще раз всех с отличным удовольствием. Ученые признаются, что планы на будущее неразрывно связаны с повышением научной степени. Однако реализовать их каждый планирует по-своему. Кто-то продолжит свои исследования, кто-то задумывается о преподавательской деятельности, а кто-то планирует развитие в стенах музеев страны. Есть уже планы, тоже связанные с моей работой, продолжением моей работы. То есть материал есть, его нужно обрабатывать, и мне это нравится. Поэтому думаю, что все будет в этом плане в порядке. Это моя специальность. Я обучалась на геофизика, исследование коротажа, скважин. И сейчас работаю по этой специальности, преподаю. И это мой личный рост, рост научный, который, надеюсь, в будущем поможет мне продвигать свои знания вместе со студентами, которые к нам приходят. Подготовка диссертации заняла довольно продолжительный период времени. Но никакие трудности не имеют значения, когда ты горишь своим делом, когда есть ориентир, который заставляет тебя двигаться вперед. Мне нравится возможность давать людям, возможность подумать о том, какова их идентичность, что они делают и зачем они это делают. Мне кажется, музеи, они именно про это, они про рефлексию, понимание своей идентичности. В этом году в стенах Казанского федерального университета свои диссертации успешно защитили 17 человек. Исследования были проведены в сфере истории, философии, юриспруденции, филологии, химии, геологии, экономики и медицины. Маргарита Михайлова, Фариза Хитагуи, Универньюс. Подошли к концу самые беззаботные времена для выпускников среднего звена. В лице имени Ловачевского Казанского федерального университета прогремел выпускной вечер. Подробности смотрите в сюжете. 29 июня в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» состоялся выпускной вечер лицея имени Николая Ивановича Ловачевского. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов и торжественных речей. Лицистов радушно поздравили одни из самых значимых фигур в сфере образования Республики Татарстан. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и директор лицея имени Ловачевского Елена Скобельцина. Я пришел в этот день поздравить вас, молодых людей, от имени руководства нашей Республики, от имени президента Татарстана Густема Наргалевича Мениханова, органов государственной власти нашей Республики, муниципальной власти и, конечно, от счастливых родителей, которые вместе с вами, дорогие наши дети, переживали за предстоящие экзамены, за выбор профессии, за выбор вуза, если вы там хотите продолжить трудиться. Сегодня очень интересный день. Действительно, наши выпускники, которые являются уникальными выпускниками, поскольку они выпускаются не только из лицея имени Ловачевского, они выпускаются из стен Казанского федерального университета. Не у всех в Казани, в Республике, в России есть такая возможность обучаться в лицее Казанского федерального университета. Я сегодня, прежде всего, отчитываюсь перед вами. Наш предгодический коллектив сделал все возможное, чтобы вырастить наших выпускников здоровыми, счастливыми, умными и обогащенными и знаниями, и эмоциями. К празднику по случаю прощания с детством была подготовлена достойная масштабная программа. Одним из самых ярких и душетрепещущих номеров концерта стал вальс выпускников, который уже для многих стал обычаем и ритуалом. Особое значение также придали ребятам, чьи баллы на ЕГЭ достигли максимума – 100 баллов. Лицистов удостоили чести выразить свою благодарность за 11 лет непрерывного образования и помощи во всех их начинаниях. Мы с классом готовились к выпускному. Это тоже было очень хорошее времяпривождение. Последний раз со всем классом очень дружно. Это в любом случае очень теплое, яркие и приятные воспоминания. Стоит отметить, что лицеи уни Лобачевского Казанского федерального университета ежегодно показывают высокие показатели. По всем предметам результаты ЕГЭ учащихся превышают республиканские и российские показатели на 10-15%. Отправляем ребят в свободное плавание и надеемся на блестящие результаты в студенческие годы. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казани подвели итоги республиканского конкурса по предоставлению грантов для физических лиц. Кто же стал их обладателем, расскажет наш корреспондент. В Казани завершился грантовый конкурс для физических лиц от Министерства молодежи Республики Татарстан, по которому молодые люди могли получить до 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. В число победителей конкурса вошли и представители Казанского федерального университета, которые получат необходимое финансирование для реализации их проектов на сумму от 60 до 255 тысяч рублей. Проект «Доноры НКО» направлен на популяризацию донорского движения среди молодежи. В рамках проекта мы планируем провести серию образовательных мероприятий, донорских акций на базе Республиканского центра крови. Также планируется выпуск серии подкастов с действующими донорами КФУ, а также с действующими лидерами донорского движения Республики Татарстан. Благодаря проекту мы сформируем определенную базу доноров из студентов КФУ. Это поможет в дальнейшем нам очень оперативно находить людей с определенной группой крови для центров крови. Конкурс проходил по 14 номинаций. Творческие инициативы молодежи, инициатива молодежи по поддержке туризма, научная инициатива молодежи, карьера и профессиональная самореализация и другие. Также в этом году были добавлены три актуальные номинации. Инициатива, направленная на поддержку молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи и социальное предпринимательство. Мой проект называется «Языковые курсы Legal Languages». Это образовательные кружки, которые направлены на бесплатное изучение языков студентами Республики Татарстан. Это будет происходить посредством проведения языковых уроков. Данный проект решает задачи, которые связаны с адаптацией и социализацией иностранных студентов Татарстана и организацией их досуговой деятельности. И самое главное, чему способствует проект Legal Languages, это продвижение идей духовного единства, дружбы народов среди студенческой молодежи. Выигранные деньги гранта способствуют улучшению и расширению проекта и пойдут на оплату труда преподавателей, также на приобретение принадлежностей, необходимых для их работы. Республиканский конкурс по предоставлению грантов функционирует ежегодно. Любой желающий может подать заявку на сайте субсидия.татарстан.ру и получить возможность реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Алина Красильникова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова